Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Вторник, 5 июня и перед началом нашего обзора напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк, а чтобы получать уведомления о всех новых видео и онлайн-трансляциях на YouTube-канале компании Admiral Markets, нажмите на подписаться и на колокольчик, чтобы получать уведомления. Ну а мы начинаем с пары евро-доллар и здесь мы видим сохранение восходящей тенденции. Вчера во второй половине торговой сессии мы обновили локальный максимум, ушли выше уровня 1.1724 и на текущий момент тенденция восходящая сохраняется и получает подтверждение. Следующие цели роста это движение в область максимальной значения, которую мы видели в 20-х числах мая, это область 1.1825. Ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы 1 июня в пятницу по цене 1.1615. Пара британский фунт и американский доллар также продолжают свое движение восходящее. Вчера были также обновлены локальные максимумы. К концу торговой сессии мы увидели коррекцию по данному инструменту, но ниже уровня минимальных значений пятницы уйти мы не смогли, поэтому на текущий момент тенденция восходящая пока сохраняется, ну по крайней мере до тех пор, пока мы торгуемся выше данного уровня 1.3251. Цели роста это уход выше максимума в понедельник и движение по направлению на 1.3540 и 1.3660. По паре американский доллар и канадский доллар мы видим торговлю в сужающемся диапазоне. Если посмотреть на более крупном таймфрейме, то это будет больше похоже на треугольник. Амплитуда по данному активу снижается. Общее направление на текущий момент остается нисходящим, но дополнительное подтверждение мы получим в том случае, если цена уйдет ниже уровня 1.2898, это минимум вчерашней торговой сессии, ну и двинется по направлению на 1.2826. Следующий важный уровень после преодоления которого мы можем говорить о покупках, это область максимальной значения, которая находится по цене 1.30. По паре американский доллар и японская иена, сегодня с утра мы также уже получили обновление локальных максимумов, торгуемся выше максимальные значения, которые были 25 и 28 июня, 28 мая зафиксированы и движемся в сторону укрепления. Следующий цель роста это движение в область 1.1138. Ближайший разворотный уровень по последней информации отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 1.10936. Пара австралийский доллар и американский доллар продолжают свою тенденцию восходящую. Мы подошли к области сопротивления, которую мы также можем увидеть на более крупном таймфрейме, но это только линия, которая у нас проведена. Более значимый уровень мы видим в области 76.47. Это область минимальных значений, которые были зафиксированы в начале мая и от этого уровня у нас может последовать отбой и возобновление тенденции нисходящей. Но пока мы отслеживаем тенденцию в рамках часового таймфрейма, она у нас сохраняется и следующий цель роста это движение в область 77.29. Ближайший разворотный уровень по данной информации отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера по цене 1.7511. По паре евро-фунт на текущий момент тенденция нисходящая сохраняется. Вчера после открытия мы увидели коррекцию восходящей, но уйти выше максимумов, которые были зафиксированы в пятницу 1 июня мы не смогли. Поэтому на текущий момент тенденция нисходящая сохраняется. Цели по снижению это, во-первых, уход ниже минимумов понедельника и пятницы прошлой недели и далее движение по направлению на 86.97. Ну а возврат к покупкам будем отслеживать в том случае, если цена сможет закрепиться выше максимумов, которые были также в пятницу зафиксированы по цене 88.09. Золото на текущий момент не оставляет попыток начала восходящего движения, не может золото преодолеть область минимальной значения, которая была зафиксирована по цене 1290 долларов за тройскую унцию. И пока мы остаемся выше данного уровня, вероятность продолжения восходящего тенденция, восходящего тренда у нас сохраняется. Следующие цели роста это обновление максимальных значений, которые были зафиксированы вчера и движение по направлению на 1307. Ну а в том случае, если золото все-таки пробивает 1290, закрепляются за этим уровнем, то вероятно развитие нисходящей тенденции в область ближайшей цели до 1278. По нефтемарке Brent сохраняется тенденция нисходящая. Подтверждение этого мы получили в пятницу. В пятницу цена ушла ниже минимальной значений, которые были зафиксированы в четверг. И эта фаза нас переводит в формат нисходящего движения. Более сильное снижение мы можем ожидать в том случае, если цена сможет пробить область минимальных значений, которые были зафиксированы 28 и 29 мая по цене 74.54. И после этого сможем двинуться на 73.72. Возврат к покупкам, так как восходящий тренд пока все-таки остается основным по данному инструменту, мы будем ожидать после обновления максимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 76.78. По индексу DAX на текущий момент сохраняются попытки начала восстановительного движения. Последние несколько торговых сессий мы видим больше боковое движение. Верхняя граница диапазона это 12 845, нижняя граница это 12 552. И вот в этом диапазоне индекс DAX и колеблется. Но пока общее направление сохраняется нисходящим. Ну а в том случае, если цена сможет закрепиться выше максимума, которые были зафиксированы вчера и также 30 мая, то в этом случае будем ожидать возобновления роста по данному активу с целями до 13 287. В свою очередь, если цена уходит ниже минимума вчерашней торговой сессии, то сохраняется тенденция нисходящая и движемся по направлению на 12 455. По биткоину коррекционная нисходящая тенденция на текущий момент сохраняется. Подошли к уровню поддержки, которая находится в области минимальной значения пятницы. И вот пока мы его не преодолели, вероятность возобновления роста по биткоину сохраняется. В том случае, если мы увидим уход ниже данного уровня, ниже отметки 7318 долларов за один биткоин, то в этом случае будем ожидать переход вновь в фазу нисходящего движения по данному активу. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, всем желаю хорошего торгового дня. Увидимся с вами завтра на нашем утреннем обзоре. Всем спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok